Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вот такое начало проповеди везде означает, что слово сказанное должно не попасть в осуждение от Отца и Сына и Святого Духа. А понравится или не понравится слушателям, об этом думать не надо. Я называю это как серия бесед, чтобы Бог показал, а кто мы такие есть. Исследуйте самих себя, верили вы. Исследовать это по частям разбирать. Исследовать, если какой-то материал, его смотрят под микроскоп. Здесь Дух Святой показывает, чтобы мы открытым окном смотрели во свете Библии. Сегодня я хотел рассказать, что нам говорит Священное Писание. После можете у меня спросить, я вам дам места Писания, которые об этом говорят. Что такое обличение? Само слово означает, что у человека есть лицо, а есть личина. Обличить, снять личину. Показать внутреннее. А это уже пророческий Дух. А сегодня об этом многие, не священники, не архиереи, даже и не знают. Почему? Хорошо в этой жизни живется. Умирает человек, вот на неделе. Умер знатный. Хоронят его. Или там сказать, не отпевают. Вот другой религии. Иудейской. И теперь главное обвинение. Никогда не говорил обличительного слова против властей. Избрали депутатом. Все время голосовал за антинародное предложение. Вот это пенсионный возраст, повысить и все. Личина сорвана. Оказалось, что человек все время ходил в парике. И один додумался при жизни сорвать с него. Его сразу там разжаловали. Я беру жизненные примеры, чтобы мы увидели, что не все ладно. Особенно у нас. Вот несколько мест писания. Самое строгое послание. 27 книг Нового Завета. Это послание Юда. Одна глава. Я предлагаю вам. Сегодня просчитайте ее. И не один раз. Вот придете сейчас, за стол не садитесь. Одна глава. Это совсем немного. Она вся из одного обличения. Он захватил все, что сегодня делается. От верхушки до самого низа. Ему так открыто было. Это апостол. Иуда. Одна глава. Первое. Двадцать третий стих. Других страхом спасайте. Это повеление. Не так, что он с тебя знает, а что я полезу в чужую жизнь. Это отговорка. На суде Божьем это будет не так выглядеть. Вот у монашества такое. Неоднократно я жития святых считал, начитывал, составлял каталоги. И увидел ложь, возведена в ранг спасения. Прямо ложь, ложь на сто процентов лживая. И это повелевает учитель. Ну а получилось-то хорошо, тот покаялся. Ото лжи хорошего не будет. Дьявол есть лжец и отец лжи. А дьявола хорошего не будет. В дальнейшем это все обнаружится. Здесь страхом спасайте. Исторгая из огня. Мы должны помнить, что мы сами на суд Божий предстанем. Наши родственники, близкие, с кем мы общались. А общались сегодня виртуально, можно общаться. По телефону, и в интернете, и везде. А как выглядим мы? Исторгая из огня. Обличайте же со страхом, внушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью. Да как, начищены тут у нее и обувь блестит, и одежда вычищена, наглажена, со стрелочками брюки. Оказывается, оттуда весь грех-то и идет. Обличайте со страхом. К одежде не прикасайтесь. А как это? У нас такое было. Один принял крещение. А наш брат с ним вместе на работе. И говорит, он ставил жену, и сейчас там лепится к другой. Врач. Узнали, действительно так спросили. Да так. Так, одежду больше не заноси сюда, в кочегарке оставляй. Гнушаясь даже одеждой. Выполнимо, выполнимо. В церкви выполнимо, невыполнимо. Блогики все. На вторую букву алфа, это половина женщин называется. Все лезут к причастию. А священник, как сегодня народ слабый такой, но эти заповеди даны были, каноны, а кто их выполняет? Люди слабые стали. А почему не припомнить там канонизированную, иконы его нет здесь, Иона, митрополит московский. Иона, женщина убила ребенка в очреве. Аборт, он ничего не говорит. Убийство. Правило Василия Великого второе. На 10 лет отлучается от причастия. 10 лет, 2,5 года надо жрать там на морозе. Не заходить даже. Даже порог к церковной не прикасаться. Где это выполняется? Нету этого. Да сейчас народ такой слабый, если все это включить, никого в храме не будет. А, вот в чем дело. Мамона впереди стал, рога наставил. Свежки некому покупать будет. Иона говорит, святые не показали пощады, и от нас ее не будет. Он вошел в историю этим. А тот подошел, начал спорить. Но я виноват, разве я полюбил другую? Сгинь нечистый. Он упал, умер. Его как огня боялись. Повторяю, Иона. Митрополит московский. А сегодня-то что делается? Единственная причина для развода – неверность. И тогда Василий Великий говорит, не одобряя его развод. Перетерпи, прости, сохрани семью. Сегодня 12 причин придумали и официально утвердили в патриархии. Можно разводиться. Притом в одном храме венчают несколько раз. При живых мужьях и женах. Страна разврата. А где обречительный глаз? А нет его. Вообще нет. Ну кто я такой? Причина одна. Я сам грешник. Грешник оставь, выйди отсюда. Зачем ты залез сюда? Грех не оправдывается. Он обречается и искореняется. У церкви врачебное искусство есть. Эпитимья называется. Сегодня нет эпитимьи. А оглашенный из идите. А почему у нас сегодня этого не было? А батюшки нет. Значит, батюшка является какой-то преградой греху. Который природился к церкви. Определенный момент, юхористический канон и запорог. А теперь с миром мы изойдем. С миром. Всем. Тогда можно зайти. Сегодня оглашенные из идите выбросили из богослужебных списков. Тогда этой литургии не Иоанна Златоуста совсем даже нет. У нас сестра, она приезжает сюда. А другая, член нашей общины, она сестру готовит к окрещению. И говорит сейчас, как скажет батюшка, оглашенный из идите, ты выйди. А куда? Ага, батюшка идет. Я сейчас спрошу. Батюшка, а куда вы ходите оглашенным? Чего? Оглашенный из идите, вы говорите. Вы повторяете сколько раз. Оглашенный из идите. Или соглашенный из идите. Куда выйти? Чего ты выдумываешь-то? Встань, дай молись. Я сестре ничего не могла ответить. Священник выходит с чаши. Он никого не знает. Один там в углу. Что-то исповедует. Да не исповедуются люди. Так просто. Он выходит с чашей. Так, кто еще не причастился? Причащайтесь. Нет никого. Кто еще не причастился? И третий раз. И она там подошла. Я гляжу. Она как к крещению только начала готовиться. Подошла и причащается. Я говорю, ты что делаешь-то? Потом. Ну батюшка смотрит прямо на меня и говорит, кто не причастился, причащайся. Это что, церковь? Или сброд блудников собрался? Повторяю. Иуда 1.23. Это Новый Завет. Послание. Кефисианам апостол поэт пишет. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обречайте. Не просто я не буду трогать, не прикасаться к худой одежде, но и обречайте. А если не обречаешь, ты погиб. Вот у нас это совсем не проповедуется. Я повторяю, что это Слово Божие. И Слово обречать во всей полной Библии встречается 94 раза. Это означает, на каждую неделю, два раза тебе надо в неделю просчитать это место. Но если представится случай обречи, на каждую неделю в году два обречительных стиха Священного Писания. Ну сегодня позволяет поисковик так найти, просто вывел, чтобы тебе понятно. 94 раза, а много или мало. На каждую неделю два раза. И мы бы уже услышали, увидели. Родители не могут сохранить детей. Как сохранить? Разврат. Одно мытарство. Блуд. И на нем погибает больше, чем на остальных 19. И так атомная война. На блуде больше. На блуде больше. Дух блуда. Как надо беречь? А сколько же он? Да он и не знает, венчали. Тебе не нравятся христианские правила? Иди к мусульманам. У них официально разрешают четыре жены. Официально. Потому что кто создал их религию, у него получалось так. На одной женатой товарища убили. Она одна. Он берет жену. Ну, по-мирски это и правильно. От нее рождаются дети. И вдруг погибает второй товарищ. Он ничем не может помочь мертвому. Но вдову утешил, взял к себе третью. А когда четвертая уже жена была, его самого отравили якобы. На этом все, иначе ему, может быть, 44 было. Я говорю то, что есть. Это официально. Но там не просто взял, а ты должен кормить, детей воспитать. Ты должен доказать, что у тебя достаточно этого. А ты алименты одни не можешь за одного ребенка выплатить. Эти люди рядом живут. Их не два, не три человека. Два миллиарда рядом, под боком у нас. У них есть чему поучиться. Повторяю, никаких праздников девства у них не придумали. Как в русских придумают. Праздник девства. Какое девство, когда в школе уже в восьмом классе трудно найти девственницу. У них это можно было бы делать. Сто процентов сохранности. Это рядом с нами люди, которые живут здесь. А почему? Строгие обречения. Правителей сколько в стране? И везде там президент, компания. И только один человек встал и говорит, какие мы президенты. Глава администрации. Глава администрации. И мы должны смотреть, как голова за всем. И только один в России сегодня обречительный глаз такой имеет. Один. И он не христианин, мусульманин. Да, кого еще называют имена? Ничего. Апостол Павел называет. Прямо называет. Говорит, а ореха. Караулил там его, чтобы убить. Кто это? Рамзан Кадыров. В этой же стране он закон провел запретить аборт. А если сделал, посадить. Она будет там работать. И больше абортов не будет. Один. Он все время обречительное слово. Идет в собрание. Как у нас. Уснула, сидит. Так поднял. Почему спишь? Выйди отсюда и больше не заходи. Выспи с дома, потом приходи. Он отвечает. Главный милиционер. С ночной. Так. Рядовой. Иди отсюда. Все кончилось. И больше ни один глаз не смыкает. У него обречительный глаз. Его поймали служители. Тех, которые приехали за границу убить его. А другие местные. Их разоблачили. Их приговорить к смерти надо. А он с ними как христианин беседует. За что хотите меня убить? А родители плащат стоять. Это все показано. У них все снимается. Повторяю, мусульманин. Он нигде не говорит, что он христианин. Я ему подарил книги. Получил благодарность. Мы каждый день молимся за него. На суде Божьем-то. Как это будет выглядеть-то? У него сидят в собрании. Ни одной женщины без платка нету. Здесь в думе переполнены. Сколько женщины. Ни одной платка нету. И он снял это звание президента. Сейчас в стране нигде нету. А там маленькая республика. Смотреть не на что. А то ворота сюда. Он закрыл их. На него покушений конца края нету. Он садится на велосипед и поехал по своей столице. Встречается. Где-то правила нарушил. Стал в очередь. Стоит, заплатил. Где сколько положено. Другой президент, или как назвать, глава администрации поедет. Обличительный глаз. Он ни на кого не смотрит. Прямо обличает. А вступила женщина на него. Он тут же в интернете показывает. Давай обличай меня при всех. А то там где-то говорите. Где? Да, в этом вот я мог сделать по-другому. Но нельзя, ты же не знал, что вот такая причина. Если это я накажу, вот здесь сразу трое падает. Да, неправильно. Да, нарушил Конституцию. Но по-другому нельзя было. Он все объясняет. Не просто так. Третья книга Моисеева. Книга Левит. Удивительно, что в Ветхом Завете еще. 19-го, 17-й стих. Говорит. Не враждуй на брата твоего, в сердце твоем. Это же новозаметнее уже. Но заповедь Божия была. Не враждуй. Но, дальше, обличи ближнего твоего и не понесешь за его греха. Одно дело не враждовать. Я не хожу в храм, потому что там такой-то ходит. Это человек неверующий абсолютно. Ты должен переступить через все свои Я. Здесь прямо говорит, что не враждуй на брата твое, в сердце твоем. Но обличи его, подскажи, в чем он не прав. И примирись. А если не послушай? Ну, в Завете сказано, возьми двух или трех. А не послушай? Тогда объяви на собрание. У нас собрание идет на улице или здесь батюшка объявит, где-то в зале. А если тогда нет? Вот как в мотаре, грешник, все. Но враждовать он не будет. А здесь у нас этого не делается. По каким причинам, это уже не могу я сказать. Притча Соломона, 15 глава, 10 стих. Ненавидящий обличение погибнет. То есть ему сказал, а он, ты что, у меня лучший кто такой? Он погибнет. Ненавидящий обличение, кто с маску срывает с него, погибнет. Какие страшные слова. Иоанн Златоуст говорит, если неправильно обличит, и тогда поцелуй его за намерение. Он хотел тебя исправить, но все до конца не знал. И вот так получилось. И тогда. А если уж правильно обличил, как на пан Давида. Ну, о чем тогда разговаривает? Он сразу говорит, согрешил я. И Бог простил тебя. Это Ветхий Завет. Опять же, притча Соломона, 12 стих. Не любит распутных, обличающих его. И к мудрым не пойдет. Какие ужасные слова. Обличи, говорит, мудро возлюбить тебя. Обличи. Грешник, он возненавидит тебя. И надо, однако, обличать. Спрашивает, а сегодня есть ли обличительный глаз? Есть и был всегда. Один из примеров, особенно грозный обличитель был, это протопопа вакуум. Он сразу показал о ненужности этой реформы, как разделяется народ. Сегодня все патриархия признала, что вакуум здесь был на 100% прав. Он видел это. И он очень наказывал тех, которые в грехе были. Прямо пишет об этом. Захватил блуде, там ее порол, порол. В подпол посадил, сколько она дней сидела. А она вышла негодяй, скажет, опять за то же. Но я уже за это не отвечаю. Мы должны услышать слово Феофана Затворника. Он говорит, русский язык не вводят. Люди стоят на богослужении, как стал бы, и ничего не понимают. Это неужели не понятно? Не понимают. Вот ребенок пришел, ну и с ним какими? Мама мыла раму, этому понятно. И мама знает, и раму знает. Здесь такие слова еще так заумно сказаны, что человек и не поймет. Ну сегодня, завтра, сегодня, завтра. Ну надо когда-то приступить к этому. 1861 год. Прошел 1961 год, и уже новое столетие. Все так же и остается. Люди ничего не понимают совершенно. И стоит только прочитать немножко. Любой стектант, теретик прочитал, все. Человек ушел. А почему? Он неправильно. Неправильно ему истолковали. Но он увидел, что Библия – это Слово Божие. Вот мы считаем и Слово Божие. Несколько мест писаний, которые делают нас более внимательными. Как и Анкронштадтский. Он обречал и очень строго ту область, где он находился. Люди со всего света приезжали к нему. Голос его был обречительный. Его обвиняли, что у тебя такие рысаки. Сегодня сказали, что БМВ или какой-то такой. Я ведь не разбираюсь в машинах-то. А он говорит, что за вами, окаянами, что вы не сделали попы. Стараюсь успеть. Ему Бог открывал очень многое. Это была надежда России. И он за того собречил Сарису и Евдоксию. Он мог не делать этого. Да кажется, ни на чем. Одна пришла вдова и стала говорить, что мужа у меня нет, пойди. А виноградник вот один. А цариса, закон был такой. Если цариса или царь взял из чужого, то это нельзя было брать за пазуху. Ну, поесть можно было. Ну, а остальное – вор. Ну, царя вором нельзя назвать. Поэтому, если он съел хоть кисточку, одну виноградом, виноградник делался собственностью царя. И он брал из своего, через забор рук протянул, уже купил. Но тогда приходил тот человек, и сколько? Ну, царь давал его щедро. А эту уперность давал, и ни в какую. Я не хочу. Это наследие от мужа он благоставил. И он за того сей говорит. Она рассказывает такой обычай, обычай языческий. А ты христианкой себя зовешь. И она его свергла. Патриарха Феофила Александрийского на свою сторону приобрела. Что они там делали? Он каждое слово говорил с обречением. Люди пришли в церковь, разговаривают. Ну, церковь-то большая была. Вы, говорит, кущи навоза принесли сюда разговорами своими. Я не вижу людей, я вижу стадо лошадей. На него говорили. Он, говорит, не проповедует совсем о Христе. Он только ругается. Он все время ругается. Люди увидели, как его прихожане заходят в пивнушку. И сразу же к ним, вот, ты говоришь, пить, грех тот. А вон они, твои прихожане-то. Он говорит, ты, я не говорил, что бросит пить. Но я перед Богом оправданный. Ну, вы-то, по крайней мере, не пошли в пивнушку-то. Это уже что-то значит. Не все же туда пошли. Ну, даже если я один остался, и тогда я оправдан. Но правды нашей не уступим. Я говорю, научитесь внутри себя хотя бы осудить самого себя, что я никогда не обречал, видя это безумие. Вот человек, пророческий дух. И он подходит к царю и начинает его обречать. Это Священное Писание нам говорит об этом. Вторая книга Параллера Фомино, 25 глава. Он говорит, а кто тебя ставил? Ты что за мной смотришь-то? Замолчи, чтобы тебя не убили. Он говорит, все понял, отошел. Я думал, ты примешь, а ты нет. Теперь я понял точно, что Бог решил убить тебя. Все так и случится. Он не принял. Не принял на погибель свою. Феофан Затворник обличал. И очень строго. Священников, которые они проповедуют. Священникам все кажется, все нормально у него. Тихо. Побыл здесь, пошел рыбачить, грибы собирать. А какое состояние всех людей? До единого. Здесь и там, где тебе приходится бывать. Когда ты был на благовестии. Вот это все надо сегодня поднять на первое место. И священник, говорит, хватается, когда уже все пылает огнем. Но уже поздно. Власть уже ушла. Вот мы еще, я вам говорю о людях, которые очень близкие к нам. Которые обличительным словом владеют. Вот сегодня особенно популярной московской патриархии с Украины. Бежать ему пришлось, как говорят. Андрей Ткачев, священник. Послушайте, у меня настороженность такая. К его словам. Но говорит правильно. Ну, такими словами пользуются. Вот. Второе. Август. Полный храм. Людей. День пророка Ильи. В воскресенье половины нет. Вы что делаете? Что Илья нас спас, раз за них Христос. Христос на кресте умирает. А вы не знаете этого. Он придет, Илья там, поотвинтит вам голову. Это слово отвинтит, он раза три повторил. Обличительное слово было у Ильи. Очень грозный был. Когда он обличил, если Господь есть Бог, Ему служите. Если Ваал Ему служит. Он ушел туда и партийно, и к Богу. Не получится. Ничего не получите. Долго ли вам хромать на оба колена? Вот эти колена он выправил. Восемьсот пятьдесят. Тогдаши парторгов. Обезглавил. И в потоке дрон сбросил. А потом сам бежал от женщины. И он крестит. Тоже обличает кого? Ирода. Говорят. Вот мне даже наш батюшка говорит. Ну, ты говорил ему. Ну, ты думал или нет, что он примет, не примет? Батюшка, мне не дано знать. Я должен сказать. А остальное от меня не зависит. Ну, я вам креститель. Знал ли я, что Ир? Да он и думеянин был. Не у идеи даже. Не примет это. А зачем же он говорил? Сколько бы еще пользы-то принес он? А ему голову отсекли. Голову на блюде принесли. А ты обличи перед Богом. И об этом пророк Иези Киев, 3 глава, 18 и 20 стихи, говорит так. Если ты видел брата согрешающего, прямо показывает, и прошел мимо. Он погибнет. Ты не обличил его. Но кровь его я взыщу с тебя. Вот сегодня к нам это применить. Так может, мы давным-давно в крови утонули уже. Видели рядом находящихся людей. Почему не сказали? Но если ты его обличил, показал, этого нельзя. А он не принял. Он погубил свою душу, но ты спас свою душу. В Библии очень часто употребляется местоимение их, его. Прямо его непрерывно. Это тебя касается. Это ты должен сделать. А если нет, то кто другой? Такая поговорка есть. Вас спрашивают сейчас много, значит, слова священников в интернете. Что бы обречали? Я сошлюсь. Не на друзей. В чем-то я с ними не согласен. Отец Дмитрий Смирнов. Послушайте. Очень хорошо говорит. Вот по-простому, доходчиво. Что здесь будут же и другие люди в Москве. Мы не нужны Богу такие. Вот подходит бабушка, говорит, и спрашивает. Я уже рассказывал это. Батюшка, а вот можно вопрос задать? Я подумал, говорит, давай. Махнул рукой. Иногда такой вопрос зададут. Говорит, не знает, что ответить. Вот я иду в храм. Я стою на остановке, поднимаю руку. Если это русский человек, а его видно, а там много таксистов с юга русских, он обязательно с меня возьмет деньги. Ну и правильно, он ехал, бензин жжет. Едет мусульманин. Я вытаскиваю деньги. Да ты что, мать? Ты же в храм приехал. Да могу ли я с тебя взять? И ты, мать, мне. Может, тебе помочь что-то сейчас надо? Какое сравнение-то? А тот, а я на работе, я обязан взять. И он говорит, другие люди будут жить здесь. Богу не нужны мы. Это говорит отец Дмитрий Смирнов. Это сегодняшнее. Наши современники прислушаться надо. Почему? А может, здесь тоже другие будут жить, если мы не будем любить Бога всем сердцем? Сегодня считали об этом. И ближнего, как самого себя, как? Ты как хочешь, чтобы с тобой поступали, так поступи ты. Я требую счастья, у меня перстень Петра Первого был. А обличительных не любил. И кончилось сегодняшим. Я просто беру по-человечески так, чтобы с современностью как-то пришло. На днях разнос всей своей думы, или как она называется, в Белоруссии, Александр Лукашенко провел. Я его послушал, я даже один дома сидел, у меня очень даже делалось больно. Так, это твоя работа, твоя. Вы же меня обманули, говорили. На траву положили аспальт. Да кто ж так делает-то? По одному убрать его. А это что, под суд отдать? Он такой разнос устроил. Это вот что нужно. А иногда, говорит, даже одежды внушайтесь. Это наши современники. В настоящее время мы, я от него тоже получил благодарность. За книги имею в виду. Дивный Господь, который научает нас. И вот сегодня говорят, а в Думе есть такие? Есть. Я не буду называть, я скажу, Владимира, а отца волк. Волчий сын. Он самый умный, видимо, там. Он громит буквально всех. Он никого не боится. Говорит, ну, его считают такой, не такой. Но мы говорим сегодня об обречении. Царь Озия был такой. И очень хороший. Все выправил. А дух надмился. И однажды священники видят, он взял кадильницу покодить. Они остановили. Царь, Озия, нельзя это делать. Это священникам. Да вы какие священники? Я лучше вас знаю, где покодить. Какую икону покодить? Нет, это не дело. И вдруг Бог поразил его проказы. Весь покрылся. И священники от него в сторону, чтобы самим не заразиться. А дальше никто не пошел. И больше он не заходил в общество. А по закону, по книге Илевит, он должен был за городом быть. Отдельно построить ему там сараюшку какую-то. Но при чем мы? Слушай дальше. И Бог отнял пророчество от всего Израиля. И пророк Исаия перестал пророчествовать. Нет ничего. А Бог показывает, где? Я бы это не узнал. Это Ян Златоуст мне объяснил. Шестая глава, первый стих пророка Исаия говорит. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, края Орисио наполняли храм. Почему в год смерти? Он говорит шесть проповедей. Тут два слова сказать нечего кажется. Почему? Источник великой благодати и мудрости. Вы не расправились с этими счастливцами, а вы теперь получаете. Все кончилось. Бог не имеет. Так он один там. От него на всех отошел. Он руководитель. Ну что я сделаю? Смещение хоть не учит людей. И там такое живет, там показывает. И монах стоит с ребенком. Ну ты обречи. А потом молись. Это нам сегодня показано. Вот времена Василия Блаженного. Почему-то их считали придурками. А сказать нельзя, царь казнит. И Василий Блаженный, они там юродствовали, падали. И их не трогал царь. Ну что с дурака спрашивать-то? А собор во имя его один из красивейших стоит. И он обречил царя. Царь ему подает там что-то мясное, пирожки. Он говорит. О, нельзя. Или царю дает. Мясо. Вот как было. А он сейчас нельзя, царь говорит. Нельзя. А в Пскове каждый день по 500 человек казнило. Это можно? И нырнул в толпу. Царь бы сразу схватил. Ой-ой-ой. Вот это да. И в честь Василия Блаженного такой храм поставленный. Мы видим, как к Киеву пришли три друга. И они стали его обречать. Тебя Бог наказал, проказывает. Еще мало. Если бы Бог все открыл, еще больше надо. Это не обречители были. Это клеветники. И Бог говорит, кто сей, повращающий бессмысла? Кто? И тогда Бог сказал, от вас я не приму ничего. Пусть она вас помолится. Жертву принесите быков своим, а помолится ее. Они так оскорбили Бога неправильным суждением. Хотя я первый раз считал и думал, ну это все правильно говорит о Боге. Неправильно. Правильно тогда, когда правильно. И надо обречить. Это неплохо. Но как? Прежде чем пойти куда-то, помолись. Надо или не надо. Второе. Тебе Бог доверил это или другому. Ну кто-то есть маленько. Ну посоветуйся. У нас тут был один. Уехал, его нету. Сдумал обречать и с кем и посоветовался. Что из этого получилось? Да ничего путного не будет. Совет нужен. Я напоминаю о послании Иуды. Почитайте. И он прямо обращается к людям. Вот часто люди жалуются на здоровье. А он говорит, и без страха уточняют себя. Уточнение это лишний вес. Напоминаю, если тебе метр семьдесят, ну отнимей сто пять, шестьдесят пять. Выше килограммов, чтобы не было. Дальше все остальные болезни будут. Все. И ноги, и руки, все. Сбрось лишний вес. Я не могу. Арестует ты можешь. Я с одним сидел. Могу даже назвать его. Помощник директора был. Он вот такой вот. Как будто две подушки на нем. Но я ему все рассказал. И он не стал есть. Полторы недели в рот не берет ничего. Только плащет, ходит по скамейке. А там скамейки прикручены. Поем вместе. Девать некуда. А в глазок наблюдает. Как их отойдут, мы доставим пустую чашку. Он в пустой сидит ложкой машет, а ничего нет. А эту, прости меня, Господи, пускай рыбки едят. И все, ничего нету осталось. Полторы недели. Как будто бы никогда не было ничего нету. А почему? Ну, в первую очередь, ты укорачиваешь себе жизнь. Не гоняйтесь за пирожками, за этими. А объяви пост сам себе. Ты даже не знаешь. Вот у нас лагерь. Назывался в честь Климента Анкирского. В Анкире. А почему вы избрали его защитником Климента? Ну, так принято считать. Потому что горло был в Галате. Люди умирали с голода. И детей выбрасывали на распутьях. Чтобы кто-то идет, подберет ребенка. А ему было всего там 5 лет, что ли. И он их подбирал детей. И учил. Галатийская диета. Мы в лагере видели. Что такое? Один сухарь и компот. Вот кто хочет, тут отдельно скамейка. Сами садитесь. Я никому не говорю. Галатийская диета. Трое съели. Трое съели. А один там можно. А вес нормальный. Тебе это не надо. А они прям пышные такие. Неделя прошла, ничего нет. А другой не выдержал. Я не могу больше. Он никто тебя не высаживал. Садись, съешь дальше. Что есть. Поэтому даже сегодня. Ты не знаешь как. Подойди, спроси. А могу ли я? Можешь. Можешь. Начинай помаленько укорачивать. Сон. Сон сколько спишь? Да почти 8 часов. Сделай 7. С пяти. Здесь можно сразу отрубить. На 5 перевести. А теперь по 5 минут отбрасывай. Ты увидишь. Организм-то твой. Что тебе дает? Жизнь прожила. Не знаешь сам себя. Ко мне ходили сектанты, руководители. Адвентисты 7-го дня. Гляжу с бородами. Я говорю, что хотели посмотреть на себя. Как мы даже выглядеть. То есть личину-то сорвать. И увидели, что с бородой по-другому совсем. И на них нападать стали. А за что? Христос с бородой был согласны. Эти апостолы с бородой. Почему нас совесть не обречает? Вы бреетесь. А так ко всем сектантам. Папе Римскому. Я никогда не могу согласиться на то, что сказать какое-то обречительное слово. И тебя прям непременно там задавят где-то. Ничего подобного. Господь даст испытать что-то. Вот на сегодняшней неделе. Хочу напомнить об одном человеке. Его мало кто знает. В Санкт-Петербурге есть Исаакиевский собор. Самый большой. Там вся Россия буквально строила его. Исаакиевский собор. И на воротах вылета отдельные эпизоды его жизни. Исааки Далмацкий. Исааки. У тебя если во имя его назвали, ты знай какой он был. Он никого не боялся. Обречал. Сарь пошел на войну. С болгарами валет. И вдруг он выходит. Коня за узду. Сарь. Не езди. Умрешь. Да что ты? Ты что военный стратег? Выпусти православных из тюрьм. Выпусти, иначе не вернешься. И он два раза. Так его сбросит. А то он бежит вокруг. Где-то там на пятом километре. Опять за узду коня. И вот в болото бросили. Он не утонул. Так. Арестуйте. Немножко хлеба давайте. Я приду. Я с тобой разберусь. Он говорит. Не разберешься. Ты не вернешься. А кто-то стал подсматривать за ним. А он говорит. Я слышу запах горелый. Этот царь наш горит в огне. Там и было. Они потерпели поражение. Бежали. С саломой где-то залезли. Кто-то показал. Их там уже сожгли. Исааки Далматский. Таких православий. Я уже скажу. Немного. Но они оставили прекрасный след. Поэтому. Одно дело обозвать. Одно дело отругать. Нам это не свойственно. Но обречить. Это талант. Это особый силный талант. Нужно молиться. Выпросить у Бога бесстрашие. И потом. Если Бог благословит. В посте и молитве. Попроси еще кого-то. Чтобы молились. Да пообсудим уже со священником. А тогда выйди и скажи. Мне было. Я обречал. Письма грозные. Писал в ООН. Масонов обречал. Меня в горком партии вызвали. Обречал. Тогда был. Брежнев. Писал. Меня опять вызывали. Но ничего не было. Пришло время. Арестовали. То есть. Это где-то обрывается. Нитка-то все-таки. И поэтому. Мы придя домой сегодня. Можем обнести так вот все. И сказать. Я могу от многого избавиться. Южные народы. Там где-то в Африке. У них специально бывает огненное служение. Определенный день. Они спрашивают. Кому мои вещи нужны? Никому. Все обязаны принести и сжечь. Чтобы с ними не возиться. И все пылает. И каждый год почистка. А у нас этого нет. Надо, не надо. Товарищ, не товарищ. Да мы вместе учились. Почему они верующие? Ты ему говорил об этом? Где он будет? Нет. Ему скажи. Ты не веришь во Христа. Ты не в православной церкви. Тебе очень и очень трудно будет. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь.